Но если допустить возможность сверхъестественного, возможность его вмешательства в действительную жизнь, то позвольте спросить, какую роль после этого должен играть здравый рассудок, провозгласил Антон Степанович и скрестил руки на желудке. Антон Степанович состоял в чине статского советника, служил в каком-то мудреном департаменте и, говоря с расстановкой, туго и басом, пользовался всеобщим уважением. Ему незадолго перед тем, по выражению его завистников, влепились в Станислашку. «Это совершенно справедливо», — заметил Скворевич. «Об этом и спорить никто не станет», — прибавил Кенаревич. «И я согласен», — поддакнул фестулой из угла хозяин дома господин Феноплендов. «А я, признаюсь, согласиться не могу, потому что со мной самим произошло нечто сверхъестественное», — проговорил мужчина среднего роста и средних лет, с брюшком и лысиной, безмолвно до тех пор сидевший за печкой. Взоры всех, находившихся в комнате, с любопытством и недоумением, обратились на него, и воцарилось молчание. Этот мужчина был небогатый калужский помещик, недавно приехавший в Петербург. Он некогда служил в гусарах, проигрался, вышел в отставку и поселился в деревне. Новейшие хозяйственные перемены сократили его доходы, и он отправился в столицу поискать удобного местечка. Он не обладал никакими способностями и не имел никаких связей, но он крепко надеялся на дружбу одного старинного сослуживца, который вдруг ни с того ни с сего выскочил в люди, и которому он однажды помог приколотить шулера. Сверх того, он рассчитывал на свое счастье, и оно ему не изменило. Несколько дней спустя он получил место надзирателя над казенными магазинами. Место выгодное, даже почетное и не требовавшее отменных талантов. Самые магазины существовали только в предположении, и даже не было с точностью известно, чем их наполнят, а придумали их в видах государственной экономии. Антон Степаныч первый прервал общее оцепенение. «Как, милостивый государь!» — начал он. «Вы, не шутя, утверждаете, что с вами произошло нечто сверхъестественное. Я хочу сказать, нечто несообразное с законами натуры». «Утверждаю», — возразил милостивый государь, настоящее имя которого было Порфирий Капитонович. «Несообразное с законами натуры», — повторил с сердцем Антон Степаныч, которому, видимо, понравилась эта фраза. «Именно, да, вот именно такое, как вы изволите говорить». «Это удивительно! Как вы полагаете, господа?» Антон Степаныч подсчился предать чертам своим выражение ироническое. «Но ничего не вышло. Или, говоря правильнее, вышло только то, что вот, мол, господин статский советник дурной запах почуял». «Не потрудитесь ли вы, милостивый государь», — продолжал он, обращаясь к калужскому помещику, — «передать нам подробности такого любопытного события». «Ну отчего же?» «Это можно», — отвечал помещик и, развязно пододвинувшись к середине комнаты, заговорил так. «У меня, господа, как вам, вероятно, известно, а, может быть, и неизвестно, небольшое имение в Козельском уезде. Прежде я извлекал из него некоторую пользу. Но теперь, разумеется, ничего, кроме неприятностей, предвидеть нельзя. Однако, по боку политику, ну-с, в этом самом имении у меня усадьба махенькая, огород, как водится, прудишка с карасишками, строения кое-какие, ну и флигелек для собственного грешного тела. Дело холостое. Вот однажды, годов и так шесть тому назад, вернулся я к себе домой довольно поздно, у соседа в картишке перекинул. Но при том, прошу заметить, ни в одном, как говорится, глазе. Разделся, лег, задул свечку. И представьте вы себе, господа, только что я задул свечку, завозилась у меня под кроватью. Думаю, крыса. Нет, не крыса. Скребет, возится, чешется. Наконец, ушами захлопала. Понятное дело, собака. Но откуда собаки взяться? Сам я не держу. Разве, думаю, забежала какая-нибудь, заболтущая? Я кликнул своего слугу, Филькой, он у меня прозывается. Вошел Филька со свечкой. Что это, я говорю, братец Филька, у тебя такие беспорядки. Ко мне собака под кровать затесалась. Какая, говорит, собака? А я почем знаю, говорю я. Это твое дело. Барина до беспокойства не допущать. Ну, нагнулся мой Филька, стал свечкой под кроватью водить. Да тут, говорит, нет никакой собаки. Ну, нагнулся и я. Точно, нет собаки. Что за притча? Вскинул я глазами на Фильку, а он улыбается. Дурак, говорю я ему. Что ты зубы-то скалишь? Собака-то, вероятно, как ты стал отворять дверь, взяла, да и шмыгнула в переднюю. А ты, Ратазей, ничего не заметил, потому что вечно спишь. Уж не воображаешь ли ты, что я пьян? Он захотел было возражать, но я его прогнал. Свернулся опять калачиком. В ту ночь уже ничего не слыхал. Но на следующую ночь, вообразите, то же самое повторилось. Как только я свечку задул, опять скребет, ушами хлопает. Опять я позвал Фильку, опять он поглядел под кроватью. Опять ничего. Услал я его, задул свечку. Тьфу ты, черт, собака тут как тут. И как есть собака, так вот и слышно, как она дышит. Как зубами по шерсти перебирает, блох ищет. Явственно таково. — Филька, — говорю я, — войди-ка сюда без свечки. Ну, тот вошел. — Ну, что, — говорю, — слышишь? — Слышу, — говорит. — Самого-то мне его не видать. Но чувствую я, что струхнул, малый. — Как, — говорю, — ты это понимаешь? — А как мне это понимать, — прикажете, Порфирий Капитоныч? — Наваждение? — Ты, — я ему говорю, — беспутный человек. Молчи с наваждением-то со своим. А у обоих у нас голоса-то словно птичьи стали. Дрожим-то мы, как в лихорадке, в темноте-то. Зажег я свечку. Ни собаки нету, ни шума никакого. А только оба мы с Филькой, белые, как глина. Так свечка у меня до утра и горела. И доложу я вам, господа, верьте вы мне или нет. А только с самой той ночи, в течение шести недель, та же история со мной повторялась. Под конец я даже привык и свечку гасить стал, потому что мне при свете не спится. Пусть, думаю, возится. Ведь зла она мне не делает. Однако я вижу вы нетрусливого десятка. С полупрезрительным, полуснисходительным смехом перебил Антон Степанович. Сейчас видно гусара. Вас-то я бы ни в каком случае не испугался, промолвил Порфирий Капитоныч, и на мгновение действительно посмотрел на всех гусаром. Но слушайте далее. Приезжает ко мне один сосед, тот самый, с которым я в картишке перекидывался. Пообедал он у меня, чем Бог послал. Спустил мне рублика в пятьдесят за визит. Ночь на дворе, убираться ему пора. А у меня свои соображения. Останься, говорю, Василий Васильевич, ночевать у меня. Завтра отыграешься, даст Бог. Подумал, подумал сосед и остался. Я ему кровать у себя же в спальне поставить приказал. Ну, слегли мы. Покурили, покалякали. Все больше о женском поле. Как оно и приличество будет в холостой компании. Посмеялись, разумеется. Смотрю, погасил Василь Васильевич свою свечку и спиной ко мне повернулся. Значит, шла финзиволь. Я подождал маленько, тоже погасил свечку. И представьте, не успел я подумать, что, мол, теперь-то какой карамболь произойдет, как уже завозилась моя голубушка. Да мало что завозилась. Из-под кровати вылезла, через комнату пошла. Когтями по полу стучит, ушами мотает. Да вдруг как толкнет самый стул, что возле Васильевичевской кровати. Порфирий Капитоныч, говорит тот, и таким, знаете, равнодушным голосом. А я и не знал, что ты собаку приобрел. Какая она? Легавая, что ли? А у меня, говорю, собаки никакой нету и никогда не бывало. Как нет? А это что? Что это, говорю? А вот зажги свечку, так сам узнаешь. Это не собака? Нет. Повернулся Василий Васильевич на постели. Да ты шутишь, черт! Нет, говорю, не шучу. Слышу я, он черк-черк спичкой, а та-то все не унимается, бок себе чешет. Загорелся огонек и баста. След простыл. Глядит на меня Василь Васильевич, а я на него гляжу. Это говорит, что за фокус у тебя? А это, отвечаю, такой фокус, что посадит и с одной стороны самого Сократа, а с другой Фридриха Великого. Так и те ничего не разберут. И тут же я ему все в подробности рассказал. Как вскочит мой Василий Васильевич, словно обожженный. В сапоги-то никак не попадет. Лошадей кричит сюда. Лошадей? Стал я его отговаривать. Куда говорю? Так и заахал весь. Не останусь кричит ни минуты. Ты, значит, после этого оглашенный человек. Лошадей мне. Ну, однако я его уломал. Только кровать его перетащили в другую комнату. И ночники везде зажгли. Поутру за чаем он остепенился. Стал советы мне давать. Ты бы, говорит Порфирий Капитоныч, попробовал на несколько дней из дому отлучиться. Может, эта пакость от тебя отстанет. А надо вам сказать, человек он, сосед мой, был ума обширного. Тещу свою, значит, между прочим, так обработал чудесно. Вексель ей подсунул, значит. Выбрал же самый чувствительный час. Шелковая стала, доверенность дала на управление всем имением. Чего больше надо? А ведь это какое дело, тещу-то скрутить, а? Сами изволите посудить. Однако уехал он от меня в некотором неудовольствии. Я таки его опять рубликов на сотню обыграл. Даже ругал меня, говорит, что ты где неблагодарен, не чувствуешь. А я чем же тут виноват? Ну, это само собой. А совет я его к сведению принял. В тот же день укатил в город и поселился на постоялом дворе у знакомого старичка из Раскольников. Почтенный был старичок, хотя и суров маленько по причине одиночества. Вся семья у него перемерла. Только уж очень табаку не жаловал. И к собакам чувствовал омерзение великое. Кажется, чем, например, ему собаку в комнату впустить согласиться, скорее бы сам себя пополам перервал. Потому, говорит, как же возможно? Тут у меня в светлице на стене сама владычица пребывать изволит. И тут же пес поганый рыло свое нечестивое уставит. Ну, известно, необразованный. А впрочем, я такого мнения. Кому какая премудрость далась, тот то и придерживается. «Да вы, я вижу, великий философ!» Вторично и с той же усмешкой перебил Антон Степанович. Порфирий Капитоныч на этот раз даже нахмурился. «Какой я философ, это еще неизвестно!» промолвил он с угрюмым подергиванием усов. «Но вас бы я охотно взял в науку!» Мы все так и спились в Антон Степановича. Всякий из нас ожидал горделивого ответа или хотя молниеносного взгляда. Но господин статский советник перевел свою усмешку из презрительной в равнодушную, потом зевнул, поболтал ножкой и только. «Вот у этого-то старичка я и поселился», продолжал Порфирий Капитоныч. «Комнатку он мне отвел по знакомству, не из лучших. Сам он помещался тут же за перегородкой, а мне только этого и нужно. Однако принял я в те поры муки. Комнатка небольшая, жарает, духота, мухи, да какие-то клейкие. В углу киотища необыкновенный, с древнейшими образами, Ризы на них тусклые, да дутые. Маслом так и разит, да еще какой-то специей. На кровати два пуховика. Подушку пошевелишь, а из-под нее таракан бежит. Я уж со скуки чаю до невероятности напился. Просто беда. Лег я, Спать нет возможности, А за перегородкой хозяин вздыхает, Кряхтит, Читает молитвы. Ну, однако угомонился, наконец. Слышу, похрапывать стал. Да так полегоньку, По-старомодному, Вежливенько. Свечку-то я давно загасил, Только лампадка перед образами горит. Помеха, значит. Вот я, Возьми да встань потихоньку, На босу ногу, Подмостился к лампадке, Да и дунул на нее. Ничего. Эге, думаю, Знать у чужих-то не берет. Да только что опустился на постель, Опять пошла тревога. И скребет, И чешет, И ушами хлопает. Ну, как быть следует. Хорошо, я лежу, жду, Что будет. Слышу, просыпается старик. Барин, говорит. А, барин? Что, мол, отвечаю. Это ты лампадку-то погасил? До ответа моего не дождавшись, Как залопочет вдруг. Что это? Что это? Собака, собака. Ах ты, не конянец окаянный. Погоди, говорю, старик, Бараница. Ты лучше приди-ка сам сюда. Тут, я говорю, Дела совершаются, Удивления достойные. Повозился старик за перегородкой И вошел ко мне со свечкой, Тоненькой-притоненькой, Из желтого воску. И удивился же я на него глядючи. Сам весь шершавый, Уши мохнатые, Глаза злобные, Как у хорька. На голове Шапчонка белая, Войлочная, Борода по пояс, Тоже белая. И жилет С медными пуговицами На рубахе. А на ногах Меховые сапоги. И пахнет от него Можжевельником. Подошел он В этаком виде к образам, Перекрестился Три раза Крестом двуперстным, Лампадку засветил, Опять перекрестился, И, обернувшись ко мне, Хрюкнул. Объясняй ему. И тут я ему Немало, немедля Все обстоятельно сообщил. Выслушал все мои Объяснения старик И хоть бы словечко Проронил. Только знай, Головой потряхивает. Присел он потом Это ко мне на кроватку И все молчит. Чешет себе грудь, Затылок и прочее. Но молчит. Что ж, говорю я, Федул Иванович, Как ты полагаешь, Наваждение это какое, Или что? Старик посмотрел на меня. Что ты выдумал Наваждение? Добро бы у тебя дома, Табашника, А здесь никак. Ну ты только сообрази, Тут же святости Наваждение захотел. А коли это не наваждение, Спрашиваю, Так что же? Старик опять помолчал, Опять почесался И говорит, наконец, Да глухо так, Потому что усы в рот лезут. Вступай ты в град Белев, А кроме одного человека Тебе помочь некому. И живет сей человек В Белеве из наших. Захочет он тебе Поспособствовать Твое счастье. Не захочет Так тому и быть. А как мне его найти, Человека сего, Спрашиваю я. Это мы тебя направить Могем, Говорит. А только какое Это наваждение? Это есть явление, А либо знамение. Да ты этого не постигнешь, Ни твоего полета. Ложись-ка теперь спать С батюшкой, Со Христом. Я ладанком покурю, А наутрие мы побеседуем. Утро, знаешь, Вечера мудренее. Ну-с, И побеседовали мы Наутрие. Только от этого, От самого лада, Но я чуть не задохнулся. И дал мне старик Наставление Такого свойства, Что, приехавший в Белев, Пойти мне на площадь И во второй лавке направо Спросить некоего Прохорыча, А отыскавший Прохорыча Вручить ему грамотку. И вся та грамотка Заключалась в клочке бумаги, На которой стояло следующее. Во имя Ца и Сына И Святого Духа, Аминь, Сергею Прохоровичу Первушину, Всему верь, Феодулий Иванович, А внизу Капустки пришли Бога для. Поблагодарил я старика, Да без дальнейших рассуждений Велел заложить тарантас И отправился в Белев. Потому я так соображал, Хотя, положим, От моего ночного посетителя Мне большой печали нет, Однако все-таки оно жутко, Да и, наконец, Не совсем прилично Дворянину и офицеру, Как вы полагаете. И неужели вы поехали в Белев, Прошептал господин Феноплентов. Прямо в Белев. Пошел я на площадь, Спросил во второй лавке Направо Прохорыча. Есть, мол, говорю, Такой человек? Есть, говорят. А где живет? На оке, за огородами. В чьем доме? В своем. Отправился я на оку, Отыскал его дом, То есть, в сущности, Не дома простую лачугу. Вижу человек в синей свитке С заплатами И в рваном картузе. Так, Мещанишка по наружности. Стоит ко мне спиной, Копается в капустнике. Я подошел к нему. Вы, мол, Такой-то? Он обернулся, И доложу вам поистине. Этаких проницательных глаз Я отроду не видывал. А, впрочем, Все лицо с кулачок, Бородка клином, И губы ввалились. Старый человек. Я такой-то, Говорит, Что вам надобе? А вот, мол, Что мне надобе, Да и грамоту ему Сую в руку. Он посмотрел на меня Пристально таково, Да и говорит, Пожалуйте в комнату. Я без очков читать не могу. Ну-с, Пошли мы с ним В его хибарку. И уж точно, Хибарка. Бедно, Голо, Криво, Как только держится. Достал он Из столика Железные круглые очки, Надел себе на нос, Прочел грамотку, Да через очки Опять на меня посмотрел. Вам до меня нужда Имеется? Спрашивает. Имеется, Говорю, Точно. Ну, Говорит, Коли имеется, Так докладывайте, А мы послушаем. И представьте вы себе, Сам сел, И платок клетчатый С кармана достал И у себя на коленях Разложил. И платок-то дырявый, Да так важно на меня взирает, Хоть бы сенатору Или министру какому, И не сажает меня. И что еще удивительное, Чувствую, Я вдруг что робею. Так робею, Просто душа в пятки уходит. Нижит он меня глазами Насквозь, Да и полно. Однако я поправился, Да и рассказал ему Всю историю. Он помолчал, Поежился, Пожевал губами, Да и ну, Спрашивает меня, Опять-таки, Как сенатор, Величественно так, Не торопясь. Имя, мол, Ваше как? Лита? Кто были родные? В холостом ли звание Или женаты? Потом он опять Губами пожевал, Нахмурился, Палец уставил, Да и говорит, Иконе святой Поклонитесь Честным преподобным Соловецким Святителям Зосиме И Савватью. Я поклонился В землю И так уж И не поднимаюсь. Такой в себе Страх К тому человеку Ощущаю И такую покорность, Что кажется, Чтобы он Не прикажи Исполню тотчас же. Вот-вот, Я вижу, Господа, Ухмыляетесь, А мне не до смеху Было тогда. Встаньте, Господин, Проговорил он Наконец, Вам помочь Можно. Это вам Не в наказание Наслано, А в предостережение. Это значит, Попечение О вас имеется. Добре Знать, Кто за вас Молится. Ступайте вы Теперь на базар И купите вы себе Собаку-щенка, Которого Вы при себе Держите Неотлучно. День и ночь. Ваши видения Прекратятся, Да и кроме того, Будет вам Та собака На потребу. Меня вдруг Точно светом Озарило. Уж как мне Эти слова Полюбились. Поклонился я Прохорычу И хотел было Уйти. Да вспомнил, Что нельзя же Мне его Не поблагодарить. Достал Кошелька Трехрублевую Бумажку. Только он Мою руку Отвел от себя Прочь И говорит мне Отдайте, Говорит, В часовинку Нашу, Али бедным, А услуга Та неоплатная. Я опять Ему поклонился Чуть не в пояс И тотчас Марш на базар. И вообразите, Только что Стал я Подходить К лавкам, Глядь, Ползет ко мне Навстречу Фризовая шинель И подмышкой Несет Легавого щенка Двухмесячного Коричневой шерсти Белогубого С белыми Передними лапками. Стой, Говорю я Шинели, За сколько Продаешь? А за два Целковых? Возьми три. Тот удивился, Думает, Барин с ума Спятил, А я ему Ассигнацию В зубы Щенка В охапку Да в тарантаз. Кучер Живо Запряг Лошадей И в тот же Вечер Я был дома. Щенок Всю дорогу У меня за пазухой Сидел И хоть бы Пикнул, А я ему Все трезорушка, Трезорушка. Тот час Его накормил, Напоил, Велел соломы Принести, Уложил его, А сам шмык В постель. Дунул на свечку, Сделалась Темнота. Ну, Говорю, Начинай. Молчит. Начинай же, Говорю, Такая-сякая. Нигугу, Хоть бы На смех. Я куражиться Начал. Да начинай же, Говорю, Растакая-сякая И этакая. Он не тут-то Было, Шабаш. Только и слышно, Как щенок Пыхтит. Филька, Кричу, Филька, Пойди сюда, Глупый человек. Тот вошел. Слышишь ли ты Собаку? Нет, Говорит барин, Ничего не слышу. Сам смеется. И не услышишь, Говорю, Уж больше никогда. Полтинник тебе На водку. Пожалуйте ручку, Говорит дурак, И в потьмах-то Лезет на меня. Радость, Доложу вам, Была большая. И так все И кончилось, Спросил Антон Степанович Уже без иронии. Видения кончились, Точно. И уже Беспокойств никаких Не было. Но погодите, Всей штуке Еще не конец. Стал мой Трезорушка Расти. Вышел из него Гусь лапчатый. Толстохвостый, Тяжелый, Веслоухий. Настоящий Пиль-аванс. И при том Ко мне Привязался Чрезвычайно. Охота В наших краях Плохая. Ну, А все-таки Как завел Собаку, Пришлось И ружьишком Запастись. Стал я Со своим Трезором Таскаться По окрестностям. Иногда Зайца Подшибешь. Уж гонялся же Он за этими Зайцами, Боже мой. А иногда И перепелку Или уточку. Но только Главное Трезор От меня Не на шаг. Куда я Туда и вон. Даже и в баню Его с собой Водил Право. Одна Наша Барыня Меня За самого За этого Трезора Из гостиной Приказала Была вывести. Да я Такую штурму Поднял, Что одних Стекол у ней Перебил невесть. Вот. Однажды Дело было Летом. И скажу вам, Засуха Стояла тогда Такая, Что никто И не помнит. В воздухе То ли дым, То ли туман Пахнет Гарью. Мгла Солнце Как ядро Раскаленное. А пыли Столько, Что не Прочихнешь. Люди Так Разинув Швырты И ходят Как вороны. Соскучилось Мне Так дома Все сидеть В полнейшем Дезобилии За закрытыми Ставнями. Кстати же, Жара Начинала Сваливать. И пошел Я, Государь Мои, К одной Своей Соседке. Жила Жаоная Соседка От меня В версте. И уж точно Благодетельная Была дама. В молодых Еще цветущих Литах И наружности Самой Располагающей Только нрав Имела Непостоянный. Да это В женском Поле Не беда. Даже Удовольствие Доставляет. Вот Добрался Я до Ее Крылечка И солоно Мне показалось Это путешествие. Ну, Думаю, Ублаготворит Меня теперь Нимфодора Семеновна Брусничной Водой, Но и Другими Прохладами. И уже За ручку Двери Взялся, Вдруг за углом Дворовой Избы Поднялся Топот. Виск. Крик Мальчишек. Я Оглядываюсь. Господи Боже мой. Прямо На меня Несется Огромный Рыжий Зверь, Которого Я с первого Взгляда И за Собаку Не признал. Пасть Раскрытая, Глаза Кровавые, Шерсть Дыбом. Не успел Я дыхание Перевести, Как уж Это чудовище Вскочило На крыльцо, Поднялось На задние лапы И прямо Ко мне На грудь. Каково Положение? Я Замер От ужаса И руки Не могу Поднять. Одурел Вовсе. Вижу Только страшные Белые клыки Перед самым Носом. И красный Язык Весь В пене. Но В то же Мгновение Другое Темное Тело Взвилось Передо Мной Как мячик. Это Мой Голубчик Трезор Заступился. Да Как пиявка Тому-то Зверь В горло Тот Заскрепел Заскрежетал Отшатнулся Я Разом Рванул Дверь И очутился В передней Стою Сам Не свой Всем телом На замок Налег А на крыльце Слышу Происходит Баталия Отчаянная Я Стал Кричать Звать На помощь Все В доме Всполошились Нимфодора Семеновна Прибежала С распущенной Косой На дворе Загомонили Голоса И вдруг Послышалось Держи его За приворота Я Отворил дверь Так чуточку Гляжу Чудовища Уже нет На крыльце Люди В беспорядке Мечутся По двору Махают Руками Поднимают С земли Поления Как есть Очумели На деревню На деревню Убегла Визжит Какая-то Баба В кичке Необыкновенных Размеров Высунувшись В слуховое Окно Я вышел Из дома Где Молтризор И тут же Увидал Моего Спасителя Он шел От ворот Хромой Весь Искусанный В крови Да что Такое Наконец Спрашиваю У людей А они Кружатся По двору Как угорелые Бешеная Собака Кричат Мне Графская Со вчерашнего Дня Здесь Мотается У нас Был Сосед Граф Тот Заморских Собак Понавез Пристрашенных Поджилки У меня Затряслись Бросился К зеркалу Посмотреть Не укушен Ли Нет Слава Богу Ничего Не видать Только рожа Натурально Вся Зеленая А Нимфодора Семеновна Лежит На диване И клохчит Курицей Да оно И понятно Во-первых Нервы А во-вторых Чувствительность Ну Однако Пришла в себя Зор стал скрестить В дверь Я было Пошел ему Отворять Ах Говорит Что вы это Он нас всех Перекусает Помилуйте Отвечаю Яд не так Скоро Действует Ах Говорит Как это возможно Вы с ума сошли Нимфочка Говорит Говорит Ее змеиную Здоровопускание Разумеется Говорит Говорит То Говорит Желтый Почеканет Говорит И движется Говорит Говорит Что это Говорит Говорит Я признаться Револьвер Вскоре После Эмансипации Купил Знаете На всякий Случай Только Такой Попался Бестия Разносчик Что из Трех Выстрелов Непременно Две Осечки Ну Взял Взял я Все это И таким Манером Мы Целой Арабой С Дриколиями С Фонарями Отправились В сарай Подходим Окликаем Не слыхать Ничего Входим Наконец В сарай И что Мы Видим Лежит Мой Бедный Трезорушка Мертвый С Перерванным Горлом А той Проклятой И След Простыл И тут Я Господа Взвыл Как теленок И Не стыдясь Скажу Припал я К моему Двукратному Так сказать Избавителю И долго Лапзал его В голову И Пробыл я В этаком Положении До тех пор Пока в чувство Меня не привела Моя старая Ключница Просковья Она тоже Прибежала На гвалт Что это вы Порфирий Капитонович Промолвила она Так обо Все убиваетесь Да и Простудитесь Еще Боже Сохрани Очень уж Я был Налегке А коли Пес этот Вас Спасаючи Жизни Решился Так для него За великую милость Почесть можно Я Хотя с Просковьей Не согласился Однако Пошел домой А бешеную собаку На следующий день Гарнизонный солдат Из ружья Застрелил Стало быть Уж ей Такой был Предел положен В первый раз Солдат-то Из ружья Выпалил Хоть и медаль Имел За двенадцатый год Так вот Како со мной Произошло Сверхъестественное Событие Рассказчик Умолк И стал Набивать себе Трубку А мы все Переглянулись В недоумении Да вы Может быть Очень праведной Жизни Начал было Господин Феноплентов Так В возмездие Но на этом слове Он запнулся Ибо увидал Что у Порфири Капитоныча Щеки надулись И глаза Покраснели Вот сейчас Прыснет Человек Но если Допустить Возможность Сверхъестественного Возможность Его вмешательства В ежедневную Так сказать Жизнь Начал снова Антон Степанович То какую же роль После этого Должен играть Здравый рассудок Никто из нас Ничего не нашелся Ответить И мы по-прежнему Пребывали в недоумении Продолжение следует...